Смотрите, в прошлый раз мы обсуждали циклы, и циклы являются одним из примеров команд, которые влияют на потоком исполнения, то есть на том, как, в каком порядке выполняются другие команды. И сейчас мы обсудим другие операторы в языке Python, которые обладают таким же свойством, а именно речь идет про проверку условий и всякие штуки, которые с этим связаны. Допустим, у меня такой пример искусственный, но с претензией на то, что он имеет какое-то отношение к действительности. Давайте представим себе, что у меня есть какая-то программа, которая запрашивает пароль, и дальше мне нужно понять, правильно этот пароль или неправильный. И чтобы это сделать, я должен сравнить тот пароль, который пользователь взял, с правильным паролем, и дальше в зависимости от этого, либо сказать, что все хорошо, и дальше что-то еще ему выдать, либо наоборот сказать, что пароль неверен, и дальше не знаю, что сделать. Позвонить в ближайшую спецслужбу и сказать, что меня пытаются кто-то взломать. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, вот я где-то должен записать правильный пароль. Допустим, он будет 1, 2, 3, 4, 5. И дальше я у пользователя спрашиваю пароль. Допустим, так. И дальше мне нужно сравнить, правда ли, что тот пароль, который пользователь ввел, совпадает с правильным паролем, и в зависимости от этого сделать или иные действия. Ну, давайте я покажу, как это делается. Давайте я сразу покажу пример с ELSE. Значит, вот видно, что действительно система спросила у меня пароль. Я ввел пароль, который не является верным, и мне об этом сообщили. Сказали, что пароль неверен, доступ закрыт. Значит, на что здесь нужно обратить внимание? Во-первых, вот, собственно говоря, команда IF и команда ELSE, они как раз осуществляют управление тем, как программа дальше будет выполняться в зависимости от верности или неверности условия. Значит, условие написано вот здесь. И если это условие верно, то выполняются вот эти две строчки. Если оно неверно, то выполняются вот эти две строчки. Значит, про вот эту проверку условий нужно сказать отдельно. Смотрите, значит, во-первых, здесь используется два знака равенства вместо одного, потому что одиночное равенство имеет совсем другой смысл. В питоне одиночное равенство – это присваивание переменной какого-то значения. А двойное равенство – это, наоборот, мы спрашиваем, правда ли, что два объекта равны. Если бы я написал здесь один знак равенства, то, по счастью, питон выдал бы синтаксическую ошибку. Какие-нибудь другие языки типа C в этом случае могут вполне себе скомпилироваться и попробовать выполнить эту программу, хотя работать будут в такой ситуации совершенно некорректно. Но в питоне такой проблемы нет. Здесь, значит, если вы попытаетесь здесь использовать неправильное равенство, то вы получите сообщение об ошибке. Вот. Давайте посмотрим, что вот это за штука такая вообще. Если я ее отдельно выполню, что получится. Значит, вот видно, что у меня сейчас переменной по svd хранилась пустая строчка. Это я просто, когда последний раз запускал эту программу, я здесь ввел эту пустую строчку. Ну, а в correct password – то, что мне было задано. Поскольку пустая строчка – это не то же самое, что строчка 1, 2, 3, 4, 5, у меня вот этот результат сравнения, результат этой проверки вот этого условия имеет значение false. Значит, false – это некоторое специальное значение и вообще значение, принадлежащее к этому специальному типу данных, которые называются булевскими значениями. Значит, можно посмотреть на тип этого значения. Видите, он называется бул. Бул – он от фамилии Буля. Был такой математик, который придумал алгебру логики. И в честь него вот эти значения, логические значения истинный ложь, они называются булевскими. Булян. Ну, в принципе, если вы помните, когда мы начинали изучать матанализ, мы говорили, что бывают высказывания, высказывания бывают истинными, бывают ложными. И здесь, в общем, эта вот история примерно про высказывания. На самом деле вот про такую проверку вот такого утверждения можно думать как то, что это какое-то высказывание, и оно может быть истинным, а может быть ложным. Соответственно, булевские значения – это истинность или ложность. Ничего другого тут. Булевские перемены никого другого. Никакие другие значения принимать не могут. И оказывается, что можно, введя некоторые операции на этих булевских значениях, которые, в общем, соответствуют тем операциям, которые мы обсуждали в самом начале матанализа, помните, там были конъюнкции, дизюнкции, можно строить такие довольно сложные условия. Ну, например, давайте я сейчас приведу какой-нибудь искусственный пример. Допустим, я спрашиваю какое-нибудь число. И дальше я должен это число как-нибудь что-то про него понять. Например, я хочу отдельно выделить числа, которые являются, скажем, положительными, но меньше, чем 100. Это можно сделать, ну, теоретически можно было бы сделать так. Можно было бы сказать, если x больше нуля, дальше начинает выполняться новый набор команд. И здесь теоретически можно было бы сделать вот так. и дальше можно было бы сказать... Давайте посмотрим, как вот эта штука работает. Тут, на самом деле, некоторая штука, такая штука, которую мы до сих пор не обсуждали. Значит, у меня тут такие вложенные блоки. Значит, у меня здесь есть блок вот этот if x больше нуля, относящийся к этой команде. Он состоит из вот этих двух строчек. Но первая строчка в этом блоке сама проверяет, сама является условием. И получается тут вот такой вот вложенный блок. Значит, понятно, что мы дойдем до вот этой строчки, мы выполним эту строчку только в том случае, если выполняются оба условия. Если x больше нуля, если x не больше нуля, то мы просто вот сюда вот не попадем. И одновременно с этим, если x меньше 100. Значит, можно добавить здесь всяких else. Допустим, вот так вот рассмотреть все возможные конструкции. Значит, вот всевозможные ситуации, которые могут возникнуть. x может быть положительным, оно может быть большим, маленьким, а может быть просто отрицательным. Тогда оно не большое, не маленькое, а просто отрицательное. Ну, с точки зрения наших условий. Понятно ли, как работает вот такая вот штука? Значит, вложенные условия. В принципе, вложено может быть что угодно, могут быть вложенные циклы, например. И, в общем-то, если внимательно просто подумать, как это все должно работать, оно работает действительно так, как должно. Ну, значит, на самом деле нас не всегда хочется расписывать это все таким образом. Допустим, я хочу как-нибудь подсократить вот эту проверку. Я хочу сделать эту проверку в одном if. И тогда можно было бы сделать это так. If x больше 0 and x меньше 100. Значит, теперь у меня здесь возникло такое составное условие, которое состоит из двух отдельных условий. Условие x больше 0 и условие x меньше 100. Значит, естественно, результаты проверки вот такие. Они тоже имеют булевское значение. И вот эта вот штука end – это такая операция, которая применяется к булевским значениям. И она устроена просто таким образом, что это, ну, как логическая и конъюнкция. Значит, если на вход подается справа и слева у него стоит истина и истина, то он возвращает истину. Если хотя бы где-то справа или слева стоит ложь, то он возвращает ложь. Можно задать вопрос? Давайте. Он немного выше. Там вы седьмой строчкой писали команду type false. Для чего она нужна? Повторите, пожалуйста. Это я просто продемонстрировал, что переменное… что значение false – это как бы специальное значение, которое обозначает ложь. Что это значение, которое принадлежит к специальному типу данных. это не строчка, это не число, вернее, не совсем число, а это вот специальный тип данных, который называется bool. То есть с помощью вот этой команды type можно проверить, к какому типу данных относится тот или иной объект. Вот, например, вот эта строчка относится к типу данных str, а false относится к типу данных bool. Понял, спасибо. Вот. Соответственно, если у меня есть, допустим, true and false, какой будет результат? False. То есть фактически вот эти and и or – это просто такие как бы специальные как бы арифметические операции, но только не арифметические, а логические, работающие с этим bool. Ну, на самом деле, не только с ними, но это мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим, более подробно про то, что происходит, когда вы сюда подставляете не bool. Булевское значение какое-то другое. Ну, соответственно, если есть and, то должен быть и or, и он действительно есть. Or работает как логическое или, то есть если хотя бы один из его аргументов справа или слева истина, он возвращает истину. Давайте сделаем такую проверку. А, да. Значит, я забыл сказать, что есть еще оператор not, который обращает это отрицание. Not false – это true, not true – это false. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Если переменная to be имеет значение true, почему равняется значение выражения to be or not to be? True? Ну, да, конечно. А если я заменю to be на false, что получится? Не смейте. Ну, да, то аж true, потому что хотя бы одна из двух штук, либо сам to be, либо его отрицание является истинной, в любом случае, и их. Или всегда истина. Закон исключенного третьего. Вот. Окей. То есть, в общем, это штуки, которые вам, скорее всего, должны быть привычны именно, потому что даже если вы никогда не сталкивались именно с ними, то вы сталкивались с чем-то ужасно похожим на курсе мотанализа. И таким образом можно конструировать довольно сложные условия. Например, допустим, я хочу от пользователя, чтобы он ввел пароль, но при этом я хочу, чтобы этот пароль удовлетворял бы каким-то условием. Он был бы не слишком коротким, не слишком длинным, содержал бы какие-то циферки, содержал бы какие-то буковки, ну, что-нибудь в таком стиле. И я могу сделать какую-нибудь такую штуку, допустим, по СВД. И дальше я могу сделать какую-нибудь такую штуку. Например, если длина по СВД, скажем, меньше 8, или длина по СВД больше 16, или... Давайте я еще одну вещь покажу, которую я раньше не показывал. Значит, если у вас есть какая-нибудь строка, вы можете проверить, есть ли в этой строке некоторая подстрока. Например, я могу спросить, правда ли, что у меня внутри этой строки есть, скажем, буквы ЛО. Причем не просто в виде двух отдельных букв, а именно в виде подстроки. И видно, что в этом случае ответ «да» есть. Например, если я спрошу, есть ли здесь буквы ЕО, ответом будет «нет». Несмотря на то, что буквы Е и О встречаются в этой строке, подстроки такой нет, ЕО. Соответственно, дальше я могу проверить, правда ли, что... Допустим, я хочу, чтобы у меня... Давайте я какие-нибудь требования запишу. Значит, требования к паролю. Не меньше восьми букв, не больше шестнадцати букв. Обязательно есть хотя бы одна буква, равная, допустим, такой штуке, такой штуке или такой штуке. Не состоит исключительно из... Да, я, кстати, могу много таких сейчас условий придумать. Не состоит исключительно из цифр. Ладно, не состоит исключительно из цифр, это сложно, ну, не сложно, просто мутерно немножко писать. Давайте не состоит исключительно из цифр один, два или три. Вот, например, я хочу сделать, чтобы... Хочу сделать такую проверку, которая бы проверяла бы, правда ли, что пароль удовлетворяет вот этим требованиям. Вот я начал уже писать, а давайте вы продолжите сами. И пришлите мне, что у вас получается. Значит, я хочу условия, которые бы проверяла бы пароль вот на все вот это. То есть это означает, что там обязательно должна быть хотя бы одна штука вот такая, либо вот такая, либо вот такая. Сейчас. Мне интересно, тогда вот это условие автоматически проверяет вот это условие. Давайте есть какое-нибудь другое условие напишу. не состоит исключительно из символов вот тех, которые перечислены раньше. Что-то кроме этого все-таки должно быть. Давайте напишите соответствующие условия. Вроде бы все, что для этого нужно узнать, я вам рассказал. хочу вот такую вот штуку. Ну что, давайте сделать и пришлите мне в речку, что у вас получается. Тут, возможно, надо будет как-то расставить скобки, чтобы был правильный порядок действия. Значит, в качестве теста можно использовать такое. 1, 2, 3. Плохой пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Илья, у вас случай перепутанных в коде пишет good password в случае. Да, видимо, здесь нужно было наоборот сделать вот так. Понятно, что всегда можно поменять местами, можно навести отрицание на условия и заменить блок if на блок else и наоборот. Но так как я начал писать условия, оно действительно должно было относиться к ситуации, когда пароль неправильный. О Продолжение следует... 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 А еще Если вы хотите написать Отрицание к условию о том, что Какая-то строка есть Можно написать вот так Можно написать просто вот так Совсем на естественном языке Значит, вот этот нод в этом случае Можно перенести перед in Есть отдельный оператор нод in Который проверяет, что Соответствующая подстрока Не встречается в этой строке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что А совсем длинные строки Это нормально? Или как к этому относятся? Ну, смотрите Значит, в принципе Я не помню, есть ли какое-нибудь ограничение на длину строки Но считается нормальным, чтобы строчка была бы Не слишком длинной Не больше 80 символов Поэтому, если вам нужно перенести строку Поэтому, если вам нужно перенести строку То это всегда можно сделать Например, таким образом Вы можете поставить вот здесь открывающуюся скобку И дальше продолжать выражение И это будет как бы логическая одна строка До тех пор, пока скобка не закроется То есть, вот, например, я могу здесь дальше дописать Значит, или, скажем Not in svd Сделать вот так вот В такой ситуации принято еще здесь добавить дополнительный отступ Чтобы этот принт не смешивался бы с вот этим вот отступом Ну, вот я кусочек реализовал Это сейчас не полностью Но, по крайней мере, показывает синтаксис соответствующий Продолжение следует... Значит, если вы написали Можете попробовать Поменять местами Блок if и блок else И адаптировать ваши условия Таким образом, чтобы оно продолжило работать Ну, понятно, что всегда можно Заключить все в скобки И поставить перед этими скобками нод Но можно подумать о том Как это сделать без нод перед скобкой Вспомнить, как Пробрасывается отрицание через Конъюнкции и дизюнкции Отрицание конъюнкции Отрицание дизюнкции Вот это все Отрицание конъюнкции 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как бы я стал это решать? У многих правильное решение. И, в общем-то, давайте я все-таки покажу, что бы у меня, скорее всего, получилось бы. Ну вот, допустим, я хочу проверить, что у нас есть... В каком случае мне нужно сказать, что пароль плохой? Если у него длина неправильная или в нем отсутствует один из тех символов... Сейчас, значит, обязательно есть хотя бы одна буква. Значит, тут нужно аккуратненько это сделать. Я, кстати, сейчас засомневался, что все те решения, про которые я написал, что они правильные, что они действительно правильные. Значит, смотрите... Значит, что мы хотим? Значит, мы хотим, чтобы у нас хотя бы одна из этих букв присутствовала. То есть нам будет плохо, если все буквы отсутствуют. Значит, нужно проверить, что каждая из этих букв отсутствует. То есть нужно сделать так. Значит, нам будет плохо, если отсутствует одновременно вот такая штука. И отсутствует вот такая штука. И отсутствует вот такая штука. Значит, если все вот это условие выполняется, то это означает, что ни одного из символов вот этих трех, собачка, решетка и доллар, в строчке нету. И, значит, это неправильный пароль. Следующее условие не состоит исключительно из символов вот этих же самых. Можно с помощью count проверить так. Значит, это условие... Можно просто пересчитать, сколько таких символов, таких символов и таких символов. Если сумма количества вхождений равняется длине всей строки, то означает, что ничего другого там нет, не помещается. Значит, нужно сделать вот так. Если все это равняется просто длине этой строки, то это тоже для нас плохо. Ну, вроде бы так. Давайте проверим, что получается. 1, 2, 3 плохой. Вот эта штука плохой. Допустим, если я добавлю спецсимвол, становится хорошим. Ну и давайте проверим, что проверка на то, что все символы являются спецсимволами, тоже работает. Ну да, вроде работает. Как, похоже на правильное решение? Скажите, пожалуйста. Вот в некоторых языках программирования как бы and и or заменяются на либо там... Ну, например, возьмем and. Он заменяется на два амперсанта. И, например, один амперсант – это тоже какая-то функция, когда проверяется только первое условие, но не проверяется второе. Здесь есть такое же подобное? Смотрите, значит, да. Сейчас мы как раз это обсудим по поводу and. Значит, чисто синтактически есть штука, которая называется одним амперсантом. Есть вот такие команды. Например, вот такая штука. Они, в принципе, работают как булевские and и or, но по смыслу являются немножко другой штукой. Это, значит, одиночный амперсант – это побитное и. То есть если вы представляете два числа в двоичной системе счисления, а дальше делаете побитное умножение. Ну, вот это вот как раз то, что делает амперсант. Но то, что вы спрашиваете про вычисление только одного из аргументов, это мы сейчас обсудим. Это таким свойством обладают и вот эти команды. Сейчас обсудим. Хорошо, сейчас. Вот эта штука, понятно, как она работает? Понятно, как мы такое сложное условие записали? Есть ли вопросы? Значит, обратите внимание, что, например, вот все эти вот такого типа проверки, они пишутся… Ну, иногда может возникнуть желание написать что-нибудь в таком роде. И, допустим, in passwd равняется false. Что-нибудь там такое сказать. Так, как правило, не пишут, вместо этого пишут вот так. Либо так, либо, что еще проще, читается вот так. То есть, как правило, если вам хочется что-то сравнить с false или true, то, как правило, это не нужно делать, потому что сравнение с true не изменит вообще ничего. Если здесь было true, при сравнении с true оно остается true. А если здесь было false, наоборот, при сравнении с true оно остается false. А сравнение с false – это просто отрицание. Ну, хорошо. Давайте поговорим про вот какую штуку. Смотрите. Часто в программировании нужно проверить разные объекты на то, что они, грубо говоря, не пустые. Разные объекты в питоне обладают свойством… Они при приведении к булевскому типу могут возвращать либо истину, либо ложь. Например, давайте представим себе, что я делаю такую штуку. Стринка равняется input. Значит, вот теперь, если я ввожу что угодно, я оказываюсь вот здесь. А если я ввожу пустую строку, я оказываюсь вот здесь. Дело в том, что если вы преобразуете какую-нибудь строку к булевскому типу, если эта строка была не пустой, она превращается в true. Единственная строка, которая превращается в false – это пустая строка. Поэтому вот такого типа запись обозначает, что вы на самом деле в этом месте проверяете строку на непустоту. И вообще для разных типов данных описано, как они себя ведут при приведении к булевскому типу. Бывают значения, которые превращаются в истину, бывают значения, которые превращаются в ложь. Для всяких разных коллекций, типа списков, кортежей, строк и разных других, вот такая проверка – это всегда проверка на пустоту. Например, булл от пустого списка – это false, булл от какого-нибудь непустого списка – это всегда true, вне зависимости от того, что там лежит. Например, как вы думаете, что вот такое? Какое значение у такой штуки? True, потому что это лист с каким-то значением. Да. Значит, несмотря на то, что внутри этого листа лежит единственное значение, которое равно false, сам лист при приведении к булевскому типу является true, потому что он не пустой. Если вы говорите про числа, то числа обладают таким свойством – все, что не ноль, и имеет значение true, ноль имеет значение false. И так довольно часто делают, довольно часто пишут. Теоретически можно было бы то же самое, что выше, написать вот так. Если line от string больше нуля. Но так никто не делает, потому что все понимают, что проверка ifString – это просто проверка на пустоту. Вот такая запись, она довольно длинненькая. Поскольку типы данных бывают разные, и они, как правило, обладают такими свойствами, их, как правило, можно преобразовывать к булевскому типу. Это иногда позволяет делать такие довольно странные штуки. Дело в том, что операторы and и or – они ленивые, и они не хотят делать слишком много. В частности, если одно из условий… Если, глядя на одно условие, мы можем ответить на вопрос о том, что вернет and или or, то он не будет глядеть на другое условие. Например, давайте сделаем такую штуку. s равняется hello. Давайте сначала так. Допустим, что у меня есть условие a, и оно является true. А еще есть условие b, и оно является непонятно чем. Что можно сказать про a or b? Значит, чем бы ни было b, a or b является true. Потому что a true. Поэтому на самом деле питону в этом месте даже не нужно знать, чему это самое b равняется. Ему достаточно знать, что a является истиной. И он просто даже не будет пытаться посчитать, чему равняется b. Он просто посчитает, что такое a. Дальше. На самом деле питон еще более ленив. А именно, если у вас слева от оператора or стоит какой-то объект, и этот объект при приведении к булевскому типу выдает истину, то возвращается не истина, а возвращается сам этот объект. Например, hello or false. То есть, смотрите, что делает оператор or? Он смотрит на свой левый аргумент. Если левый аргумент имеет значение истина, то он возвращает этот левый аргумент. А если левый аргумент имеет значение ложь, тогда знаете, что он возвращает? Как вы думаете? Значит, если я знаю, что у меня оператор or, я точно знаю, что левый аргумент имеет значение ложь. Что я могу сказать про правый аргумент? Что я могу сказать про значение этого самого or? Нет, он не обязательно ложь. Вот, смотрите, если я точно знаю, что вот так вот. Что можно сказать про значение вот такого вот выражения? Она не обязана быть ложью, она может быть и истиной. Если х не пустое, то тогда это х, а если пустое, то тогда false. Ну, вот на самом деле он просто возвращает свой второй аргумент. Потому что истинность вот такого выражения, она совпадает с истинностью второго аргумента. Почему это иногда бывает полезно? Ну, потому что иногда бывает полезно иметь такие default values. Допустим, у меня есть default value. Скажем, вот такое. И дальше я говорю, что... Допустим, вот так. И теперь я могу сделать вот такую штуку. Значит, видно, что если я ввожу какую-то строчку, то эту строчку устанавливается в качестве моего пароля. А если я не ввожу, то используется вот это дефолтное значение. Смотрите на эту запись и проникнитесь. Не слишком сильно проникайтесь, потому что это не очень рекомендованный синтаксис, потому что это не всегда то, что вы на самом деле хотите. Но если вы точно знаете, что пустая строчка вам не подходит, и ее нужно заменить вот на такое значение, то с помощью вот такого синтаксиса это можно легко сделать. Вот. Понятно, как это работает? Ну, давайте я еще одну штуку покажу, тоже связанную с проверкой условий. Значит, помимо просто вот такого оператора if, который выполняет одну из двух команд... А, да, вот, слушайте, я забыл совсем рассказать еще про одну вещь. Смотрите, бывают такие цепочки if. Значит, вот этот elif – это как бы объединенный else и if. Значит, как работает такая штука? Она проверяет вот это условие. Если это условие оказалось истинным, она выполняет вот эту строчку, и все, и дальше выходит из этого блока. Дальше выполняется вот эта строка. Если оказалось, что это условие, вот это условие неверно, она проверяет следующее условие после elif. Если это условие оказалось верным, она выполняет вот эту строчку и опять же выходит из if. И так далее. И так до тех пор, пока не дойдет до else. Else должен быть самым последним, если он вообще есть. Если его нет, ну, значит, если условие не выполняется, то просто дальше программа выполняется как есть. Вот. Значит, это бывает иногда полезно, если у вас действительно есть вот такая альтернатива, как бы вам нужно проверить, что либо так, либо так, либо так, либо так. У вас есть несколько вариантов, которые удобно записывать в таком виде. Заметьте, например, что если я выбрал x, допустим, отрицательным, то у меня, строго говоря, все вот эти три условия выполняются. Но при этом принт отработает только вот этот. Сюда мы просто даже не дойдем. Ну, потому что это не просто if, а это именно else if. Можно было бы записать тот же самый код без использования элифа. Можно было бы написать вот так. Но в этом случае... Ой. Где я ошибся? А, да. Значит, если так, вот этот else должен относиться вот к этому if. Если писать таким образом, то весь этот код, он опасным образом сдвигается вправо. И видно, что как бы уровень вложенности нарастает, а когда уровень вложенности нарастает, гораздо сложнее следить за тем, как будет выполняться программа. Вот этот код, он в некотором смысле линейный. Их тут сразу мы, глядя на этот код, мы сразу видим, что происходит. Что выполняется? Гарантировано, что выполняется одна из вот этих вот штук. А тут, в общем, нужно серьезно задуматься, что в каком порядке будет выполняться. Вот. Так. Значит, это l if. Чего еще я должен был рассказать про if. Давайте еще одну штуку покажу. Значит, есть так называемый тернарный условный оператор. И это такая штука, смотрите. x равняется, например. Допустим, так. Значит, вот такая штука означает следующее. Проверяется вот это условие. Если это условие оказывается верным, тогда значение всего вот такого выражения равняется вот этому числу. А если это условие оказывается неверным, то вот этому. Понятно, что то же самое можно было бы записать в виде обычного if. А именно можно было бы сделать так. Значит, if x больше нуля тогда вот так. Иначе вот так. Но так короче и иногда понятнее. Хотя я не могу сказать, чтобы я любил тернарный условный оператор в питоне. Вот. Ну, хорошо. Давайте теперь вот что обсудим. Смотрите. Значит, это мы сейчас обсудили условный оператор. И есть еще одна штука, где оказывается важна проверка условий. Это цикл типа while. Ну, а давайте вернемся к истории про проверку пароля. Значит, у нас есть какой-то правильный пароль. И дальше мы спрашиваем у пользователя его пароль. И дальше чего хочется. Хочется сказать следующее, что если пароль оказался неправильным, то нужно просто спросить пользователя еще раз и так спрашивать до тех пор, пока он не введет правильный пароль. И это можно сделать с помощью цикла while. И делается это так. While passvd не равняется correct password. print password incorrect. Try again. Ну и дальше нужно снова запросить пароль. Дальше здесь написать access granted. Ну, вот я могу тут сейчас сколько угодно вводить неправильных паролей. До тех пор, пока не введу правильно, меня дальше не пустят. Значит, как работает цикл while. Он проверяет вот это условие. Если это условие оказалось верным… Да, я забыл сказать. Значит, отрицание для проверки на равенство записывается вот таким образом. Выстоятельный знак равно. Это обозначение для nerovno. Значит, вот такое условие мы здесь проверяем. Если это условие оказывается верным, тогда выполняются вот эти команды. После этого снова проверяется это условие. Опять, если оно оказалось верным, выполняются вот эти команды. И так до тех пор, пока это условие не станет неверным. Когда оно становится неверным в первый раз, мы сразу идем вот сюда. Если бы я в первой попытке ввел бы правильный пароль, то вот эти строчки вообще бы ни разу не выполнялись. Мы сразу бы ушли вот сюда. Вот. Тут, на самом деле, может возникнуть некоторая трудность. Вот тот код, который сейчас написан, мне не очень нравится, потому что мне пришлось два раза написать вот эту строчку. Как правило, это не очень хорошо. Программисты не любят писать этот же код два раза, потому что это очень быстро приводит к проблемам. Представьте себе, что я захочу потом поменять вот эту строчку и вместо Enter Password попрошу написать что-нибудь типа Enter Password Please. И тогда мне придется менять в двух местах. Или я еще что-то хочу поменять. В общем, это, как правило, приводит к проблемам, поэтому мы хотим написать вот эту строчку только один раз. Но проблема в том, что если я просто перенесу эту строчку внутрь этого вау, то непонятно, какое условие здесь проверять. У меня еще нет никакого пароля. Который был бы запрошен. И в этом случае оказывается полезно сделать странную штуку, а именно вот такую. Как вы думаете, что такое while true? While выполняет вот эти строчки, если вот это условие верно. Результат проверки любого условия – это либо true, либо false. В данном случае мы подставляем true, то есть как бы это такое условие, которого нет и которое всегда верно. Поэтому while true – это бесконечный цикл. Как правило, бесконечный цикл – это то, чего мы хотим избежать. Но иногда они полезны, если из этого бесконечного цикла вовремя выйти. А именно, чтобы выйти из бесконечного цикла, нужно использовать команду break. И делается это так. Если так оказалось, что пароль оказался правильным, можно сделать break. break выходит из текущего цикла. Неважно, какого – while, for. Он, в любом случае, из него выйдет. И код, который не содержит дублирования строчек, хотя выглядит чуть-чуть подлиннее, чем исходный, записывается вот так. Значит, это цикл, который будет выполняться до бесконечности. Но на самом деле не до бесконечности, а до того момента, как не будет выполнен этот break. Когда этот break будет выполнен, мы сразу же выйдем из этого цикла и окажемся вот здесь. У вас все равно две строчки надо удалить, наверное, вторую. Надо удалить вот эту. Да. Вот, теперь правда. Но все равно на одну строчку длиннее, чем было. Но хорошо, можно было бы на самом деле этот break перенести вот сюда. Тогда было бы одинаковое количество строчек. Так тоже можно. Вот. Значит, если вы когда-нибудь программировали на каком-нибудь Pascal или на C, или, не знаю, в Java, наверное, тоже есть, там бывают такие циклы с постусловием. Когда вот здесь в цикле while условие написано в самом начале цикла, и оно проверяется еще до того момента, как вы выполнили тело цикла. Эта штука называется телом цикла. Еще до того момента, как вы выполнили тело цикла в первый раз, условие проверяется. Это называется цикл с предусловием. В питоне нет никаких циклов с постусловием, потому что считается, что если вам нужен цикл с постусловием, на самом деле вы можете его легко заменить на вот такую штуку, на бесконечный цикл, из которого вы выходите по брейку. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы про циклы? Про циклы while? Вроде же есть там типа что-то repeat until или do, while. В питоне нет ничего такого. Он не прав. В питоне есть только while true. Repeat until это, по-моему, в Pascal. Ну, хорошо, давайте я вам забавную штуку покажу. Как вы думаете, чему равняется значение вот такого сравнения? False? Да, false. Почему так? В компьютере там он не как люди считают, а именно вот приближенное до максимума. То есть это как бы не 0,3, а там что-то 0,3, 0,0,0,4. Вот что-то такое будет. Да. Значит, дело в том, что на самом деле 0,1 – это не совсем 0,1. И 0,2 – это не совсем 0,2. Если я их захочу распечатать. Значит, то видно, что вот 0,1 – это на самом деле вот такое число. Давайте еще побольше символов напечатаю. Дальше там какие-то нули идут. Дело в том, что число 0,1 в двоичной системе числений, в которой работает компьютер, представить нельзя. Можно представить некоторые приближения. И это приближение на самом деле вот такое. Это ближайшее двоично-рациональное число, которое компьютер может воспринимать. И ближайшее к числу 0,1 до 10. И когда вы складываете 0,1 и 0,2, из-за вот этих вот хвостиков, которые почти не видны, получается число, которое не равняется тому числу, которое является приближением 0,3. Собственно говоря, можно посмотреть. Значит, вот 0,1, вот 0,2, вот 0,3, а вот 0,1 плюс 0,2. Видно, что ближайшее число к 0,3 на самом деле чуть меньше, чем 0,3. Результат вот этого суммирования, он оказывается чуть больше, чем 0,3. Поэтому на самом деле такое равенство не выполняется с точки зрения компьютера. И он выдает false. Какую из этого надо вывести мораль? Мораль состоит в том, что если вы работаете с вот такими вещественными числами, то, в общем, как правило, вам нельзя проверять их равенство с помощью вот такого просто равно-равно. Оно, как правило, всегда будет, ну, то есть, скорее всего, вы рискуете получить неверный ответ, потому что, ну, вот даже такое, казалось бы, очевидное равенство оказывается неверным. Тут, может, у меня нет вопроса, что же тогда делать. Ну, есть два варианта. Первый вариант – говорить, что два числа оказываются равны, если они достаточно близки, если они отличаются, допустим, меньше, чем там на 10 минус 10. Но, скорее всего, вам достаточно этого для того, чтобы сказать, что они с практической точки зрения примерно равны. Это первый подход. То есть, проверяется, типа, такое условие. Например, допустим, у меня apps – это просто модуль, absolute value. И я могу посмотреть, что это меньше, чем там вот такое число. И тогда сказать, что эти два числа почти равны. Какое конкретное число здесь выбрать – это отдельный вопрос. Но, как правило, вы можете из каких-то практических соображений решить, какая точность вас устраивает. Можно смотреть не только на абсолютную погрешность, которую я сейчас смотрю, а можно смотреть на относительную погрешность, насколько сильно разница между двумя числами больше, чем сами эти числа. Именно там меньше. Вот. Это первый подход. Если же вам действительно нужна работа с десятичными числами, десятичными дробями, вы можете, например, сделать вот такую штуку. Значит, вот этот класс decimal представляет собой частные десятичные числа. Это уже не двоичные числа, а вот частные числа в десятичной системе числений. Это не очень эффективно с точки зрения компьютера, потому что компьютер, что думает, в двоичных числах, а не в десятичных. Но зато, если вам реально нужны десятичные числа, например, вы разрабатываете какую-нибудь бухгалтерскую программу, то там вы, скорее всего, будете работать именно вот так вот. С каким-нибудь таким классом. А еще, кстати, в питоне есть встроенный класс для дробей. Несмотря на то, что в двоичной системе числений нельзя точно выразить одну третью, одну вторую, в питоне можно создавать такие числа. И здесь будут работать стандартные правила. Вот. Ну, вот такая вот история. Есть ли какие-нибудь вопросы еще? А как это вот, типа, компьютер заставляет, раз он двоичная работает, все-таки воспринимать десятичные системы и прочее? Ну, все, что угодно можно запрограммировать. Ну, то есть это просто означает, что... Ну, вот смотрите, в компьютере есть процессор. Процессор сам в себя хранит числа. Тот формат представления, с которым работает непосредственно процессор или математический сопроцессор, это именно двоичные числа. Но никто не мешает вам написать ваш собственный класс чисел, который может быть устроен как хотите. То есть, в частности, это означает, что вот эта штука, decimal, она хранит внутри себя числа не так, как их хранит процессор, а, допустим, с ее точки зрения, десятичное число, это, например, ну, скорее всего, там реализовано что-нибудь в таком стиле, что это просто целочисленное число плюс еще дополнительная информация о том, где находится десятичная точка. Питон вообще может работать с целыми числами любой длины, ну, до тех пор, пока памяти хватает, допустим. Вот в C-шном коде вы вот такое сделать, скорее всего, не сможете. Просто не поместится в память, не поместится в тот тип данных для целых чисел, которые используются в коде на C или на Java. В Питоне целые числа реализованы отдельно, и, собственно говоря, вот этот decimal может быть реализован тоже отдельно на базе целых чисел. Я не знаю, как он там внутри себя сделал. Но поскольку вы можете описать операции с десятичными числами в терминах операции с целыми числами, то вы можете таким образом заставить компьютер работать и с вот такими вот частными десятичными числами. Просто это будет не так эффективно, не так быстро. Ну, вот можно проверить. Допустим, у меня есть A равняется 0,1, B равняется 0,2. Давайте посмотрим. Значит, вот это я прошу его сложить. Два числа вот таких вот. Он выдает 48,5 наносекунд на одну операцию. А если у меня A – это decimal 0,1, B – это decimal 0,2. Давайте посмотрим, что теперь будет. 117 наносекунд. Видно, что работает в два раза медленнее, даже чуть более, чем в два раза медленнее. Ну, и это, на самом деле, еще неплохой результат. Я думаю, что он будет работать еще медленнее. Ну, все, что угодно можно запрограммировать, на самом деле, но у всего есть цена. Вот. Еще вопросы? Хорошо, ну что, если на сегодня вопросов нет, тогда на сегодня, видимо, все. Не забывайте про дотлайны по домашкам. Тогда до встречи. У меня есть вопрос. Давайте. Но он еще, он еще по тому заданию, сейчас, секунду. Он еще про пароль и про его размер. Я вот ввел точно-точно такой же код, как у вас, но он мне выдает почему-то ошибку. Можете скриншот прислать? Да, сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, секунду, попробую. У меня почему-то опять выписывают ошибку. Ну, это, видимо, какая-то другая ошибка. Я могу демонстрацию включить? Давайте, да, давайте. Сейчас, одну минуту. Так, значит, он говорит, он валит синтакс. Давайте посмотрим, что у нас тут со скобочками. Password count, Password count. Мне кажется, что у вас одна скобка не дозакрыта. Вот у вас была скобка, которая открылась в самом начале, и мне кажется, что она не закрыта. А, да, верно. Делал скобку. Просто обычно он мне писал, что скобка... Точнее, он выделял красным ту скобку, которая не закрылась. А это наоборот, да. Это когда вы слишком много скобок закрыли, он выделяет лишние закрытые скобки красным. А когда вы скобку не дозакрыли, вы... Соответственно, он не знает, где что красным помечать. Понял, спасибо. А вот можно тоже вопрос задам? Когда у нас строка, получается, не запускается, то есть не всплывает окошко, когда мы можем куда-то что-то вводить, это как фиксится? Ну, скорее всего, у вас что-то подвисло из-за того, что в какой-то момент программа запрашивала ввод, вы ей никакой ввод не сделали, и она зависла. Проверить, подвисла или нет, можно тем, что если нарисует звездочку вместо номера ячейки, то значит, подвисла. И, соответственно, вам фиксится kernel restart. Даже с помощью него не фиксится. Если kernel restart не фиксит, то могу только предложить перезапустить Юпитер вообще. Если у вас там есть, видно, какое-нибудь окошко с консолькой, то можно его закрыть и запустить заново. Именно консольку? Да, консольку. Хорошо. Еще вопросы? Спасибо за лекцию. Хорошо, пожалуйста. Так, ну все тогда на сегодня. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.